Это Координационный Центр. Меня зовут Георгий Георгиевский. И мы продолжаем серию видеоинтервью, приуроченных к 20-летию Координационного Центра. И сейчас у меня в гостях Азалия Максимова, руководитель направления ивентов компании REGRU, регистратора доменов. Привет, Азалия. Привет. Очень рада встрече. Свои беседы с друзьями я начинаю с банального, интересного и простого вопроса. А с чего начался твой интернет? Мой интернет начался довольно-таки, наверное, для сегодняшних реалий достаточно поздно, потому что он начался в университете. Даже еще не в школе, а в университете. Что это было? Это были поиски информации для рефератов, для курсовых работ. И причем они были в библиотеке, еще не было своего компьютера даже на первых курсах. Поэтому мы ходили в читальный зал библиотеки, подключались к интернету. И тогда начинали изучать, что же это такое. То есть поначалу это был такой сугубо прагматический инструментальный подход. Мне надо сделать реферат, я пойду посмотрю в интернете, как в библиотеке. А потом что? А потом, конечно же, с каждым годом активный интернет развивался и стал неотъемлемой частью работы повседневной. И сразу же практически после обучения я попала в IT-компании. И первое же мое знакомство много лет назад состоялось как раз-таки с доменами, что интересно. Потому что я занималась поддержкой и созданием сайтов для одной из компаний. И первое, с чем я столкнулась в интернете, это как раз-таки регистрация доменов, как не звучало бы интересно. Как интересно. Хотя я тогда не была никак не связана с регру и регистрацией доменов в целом. А вот как попала в регру? В регру история интересная тоже попадание. Ну, на самом деле, она очень простая, наверное, собеседование, устройство на работу. Но она была интересна тем, что это первое же после переезда в Москву, практически первое же собеседование. И оно прошло невероятно удачно, прекрасно. И я уже 7 лет работаю в компании регру. Что ты там делаешь? Занимаюсь я организацией мероприятий в компании, интеграцией вот в такие крупные события индустрии нашей. И в целом пиар компании. Помнишь ли ты свой первый риф? Свой первый риф, помню, свой первый риф, наверное, это было года 4-5 назад. На самом деле, точный год я уже не вспомню, потому что каждый год мы сюда приезжаем. Очень рады участвовать в этом мероприятии. И уже сложно будет даже, наверное, идентифицировать, какой же год был первый. 16-й, возможно, примерно, или 17-й, где-то так. Какой был тогда риф? На самом деле, он был таким же дружественным, таким же уютным, таким же добрым местом, где, наконец-то, интернет-индустрия, которая работает в онлайне все время, каждый день. Мы общаемся в соцсетях, мы общаемся в почте, мы общаемся в мессенджерах. Но мы редко видимся, и это отличный повод раз в год. Ну, не раз в год, есть еще другие, конечно, мероприятия, где мы можем пересекаться, но это одно из таких ключевых фестивальных именно событий, где очень атмосфера располагающая к знакомству, к обмену опытом, к нетворкингу, позитивным эмоциям, ну, в общем, максимально хорошее, приятное событие, которое имеет не только деловую составляющую, как выступления на конференциях, стенды, работа выставки, но и при этом есть еще такая неформальная часть, в которой все могут поделиться своими знаниями, кейсами о том, как они работают ежедневно. И, в общем, очень приятная, хорошая атмосфера. Здорово описала. Действительно, РИФ именно такой. Представь себе, что прошло 10 лет. Вокруг нас 31 год, мы на РИФе. Так. Какой интернет, какое будущее, какие технологии нас будут окружать? Интересно. Наверное, через лет 10 нас будет везде идентифицировать исключительно камеры. Возможно, не будет бейджей, наверное, да? И, может быть, у нас появится компьютерное зрение, и мы, видя коллег по рынку, будем уже заранее издалека знать, кто же это идет, из какой он компании и чем занимается. И, может быть, это будет помогать как раз-таки в нетворкинге еще дополнительно. Надеюсь, РИФ при этом будет жить и процветать, и интернет будет жить и процветать. Но вот какие-то технологии внедрятся в повседневную жизнь, я думаю, да. В год 20-летия координационного центра, что бы ты хотела пожелать координационному центру и всей доменной отрасли в целом? Развитие. Я думаю, что, несмотря на то, что уже прошло 20 лет, и за плечами огромный опыт, много всего прошло, произошло. И я думаю, что нас ожидают не менее интересные события, не менее интересные мероприятия. И при этом есть еще области для развития, я думаю. И я верю, что и национальные домены зоны, и РУ, и РФ ждет прекрасное будущее, что мы будем развиваться, у нас станет больше доменов, больше сайтов, и интернет в России будет процветать так же, как и сейчас. Прекрасно все будет, надеюсь. Прекрасно, Азалия. Огромное тебе спасибо, что пообщалась со мной. С нами была Азалия Максимова из Ригру. Это координационный центр, и мы будем продолжать. Всем пока. Прекрасно.